Добрый день! Андрей Гураев говорит, что функция богословия, богослово, для того, чтобы снять, следить за проповедниками, чтобы они не делали детских ошибок. Это когда ребенку дают какую-то игрушку, он ее для того, чтобы понять, как она работает, разбирает, потом собирает, и у нее остаются лишние детали. Итак, задача богослова – смотреть, чтобы проповедники не выбросили что-то из Библии, потому что если из Библии что-то удаляется, это очень красивая, симпатичная, логичная система, которая удобоваримая, но в ней все-таки есть какие-то недостатки, чего-то не хватает, и вот на то, что не хватает, должны указывать богословы. Давайте сейчас рассмотрим одну историю, да, историю Майдадыра, чистоты, гигиены, которая есть в Священном Писании, и посмотрим, как к ней люди относились, как они понимали эти стихи. Начнем с Туры, это часть ритуального закона, числа, 19 глава, 11-12 стихи. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя с сею водою в третий день, в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий-седьмой день, то не будет чист». То есть, есть законы о ритуальной чистоте, это не связано с грехом, это… Вот есть такое понятие, ритуальная чистота, что человек в состоянии ритуальной чистоты может делать какие-то священные действия. Например, вкушать часть какую-то от жертвы. И царь Соломон, когда построил храм и наладил систему жертвоприношений, к нему, к этому времени относится галахическое решение, что мойте руки перед едой. То есть, вы находитесь в Иерусалиме, в Иерусалиме обычно все-таки люди приходят для того, чтобы принести жертвоприношение, и едят части мирной жертвы, им что-то полагается. На базаре может продаваться священное мясо, поэтому давайте перестрахуемся, будем мыть руки перед едой, чтобы кушать в ритуальной чистоте. И эта ритуальная чистота, закон мытья рук перед едой, он соблюдался в иудаизме и до времен Нового Завета. В Новом Завете, помните, Ишуа говорил, что в Матфея сказано, что они соблюдают ритуал очищения каждый раз, когда приходят с базара, моют руки, когда входят в дом. Теперь начинается Новый Завет, приходит христианство. Теперь как относиться к вот этому ритуальному закону, должны мы его соблюдать или нет? Это все Ветхий Завет, закон, у нас есть цельная жертва Ишуа. И поэтому, а что делает с вот этими ритуалами и обрядами? Ну, давайте посмотрим, что говорит Писание. И они открывают Евангелие от Иоанна, 13 глава, 10 стих. Беседа Ишуа на Тайной Вечере с Петром, 9 стих. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову, то есть, омой. Ишуа говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Это значит, отсюда идет, да, толкование, что если ты христианин, то руки мыть перед едой не обязательно. И отсюда начинается монашеское движение, которое люди уходят в пустыню, истязают свою плоть, не моются, отращивают волосы, ногти. И вот в монашестве, умерщвление плоти, вот такая вот идет аскеза. И благочестимой праведностью считаются те, которые не нежат свою плоть, а наоборот, ее смиряют тем, что не моются и не умываются. Начинается история, затем продолжаются крестовые, когда начинаются крестовые походы, Известно, что большая часть крестоносцев погибала от дизентерии, болезнь грязных рук. И крестоносцы, наоборот, прямо-таки следили за тем, что если кто-то моет руки перед едой, то, скорее всего, он или еврей, или мусульманин. Ну, еврей, если он врач сопровождает крестоносцев, то это одно. А если человек моет руки перед едой, то, скорее всего, он может быть даже шпием. Ну, и поэтому, это был один из признаков того, как людей убивали только за то, что они мыли руки перед едой. Так оно все и было, и дальше мы находим, произошла история в 1848 году, врач Игнес Семейлвс в Венской городской больнице сделал такое, заметил какую-то заговоренность. Когда он, что если он моет руки между двумя пациентами, то смертность среди его пациентов упала. И он это предложил ввести, как правило, для больницы. Ну, и что ему ответили? Ему, конечно, ответили, чтобы он свои вот эти вот духовные и религиозные штучки бросил, потому что это все как-то мракобесие и ненаучно. И его уволили из больницы, он переехал в город Будапешт и там, да, ввел это правило для всех сотрудников больницы. И действительно смертность упала во всей больнице. Ну, и сейчас мы с вами знаем, что есть бактерии, микробы, которых, да, стоит умывать, стоит смывать не только перед едой, но и, ну, не знаю, после того, как мы прикасались к каким-нибудь неприятным вещам. Но обратите внимание в том, что толкование, ну, все из Библии, и они все логичные и обоснованные. Весь мир идет к тому, чтобы, вроде бы люди сейчас по правилам гигиены, это соответствует вот этим вот верхозаветным установлениям, и люди моют руки перед едой. Но в заповеди важна не сам акт, а мотивация, с какой целью я это делаю. Я это делаю для того, чтобы прославить Бога, или я это делаю для того, чтобы прославить что-то другое, какую-то альтернативу. Пускай мы назовем ее гигиеной, или мое долголетие, или мое здоровье. Вот это прославляется чаще всего, когда мы моем руки, поклоняемся Майдадыру. Поэтому мы можем сделать, мы можем выполнять это как заповедь и прославлять Бога. И в молитве у евреев есть такой благословен Господь, который дал нам заповедь омовения, и Бог просветил нас этими заповедями, осветил нас этими заповедями. И мы можем освящать имя Божие тем, что Его слушаемся, когда моем руки перед едой. Что еще? Давайте дадим себе право на ошибку. Я ошибаюсь? Да, я ошибаюсь. Мы не можем не ошибаться, но мы можем не упорствовать в своем заблуждении. Вот это то, что я хотел с вами поделиться сегодня. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...